В эфире Вести Утро Кабардино-Балкария. В студии Елена Кушхова. Здравствуйте, спасибо, что встречаете новый день с нами. С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывались, что намного полезнее было бы выпить стаканчик кефира «Новые деревни»? Давай. То есть школам будет предоставлен безлимитный доступ в сеть интернет с пропускной способностью каналов связи от 256 до 2048 кбит в секунду с возможностью дальнейшего увеличения скорости. Это позволит существенно увеличить эффективность работы образовательных учреждений даже в самых отдаленных районах республики, считают в министерстве. В Адыгее открылась выставка работ художников из Кабардино-Балкарии «Следы странствий» – так и называется экспозиция, в которой представлены картины таких художников, как Андрей Колкутин, Руслан Шамеев, Юрий Чеченов и Александр Янин. Полотна представляют собой своего рода остановившиеся часы. На них запечатлены важные для художников моменты жизни, над которыми авторы и предлагают посетителям выставки поразмыслить. А жители Прохладного тем временем готовятся к весьма необычной выставке. Экспозиция поедет по рельсам. 16 марта в 9 часов на железнодорожной станции в городе совершит остановку уникальный поезд – передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД. В восьми вагонах будут представлены макеты железнодорожных комплексов в Сочи и на Байконуре. Свою продукцию представляют Роснано и Росатом. А рассказывать посетителям об экспонатах будут квалифицированные специалисты-экскурсоводы. Выставка открыта для всех по пути следования. О новостях спортивных. В Тюмени прошел чемпионат России по каратэ среди мужчин и женщин. В абсолютной весовой категории свыше 84 килограммов чемпионский титул заслужил Рустам Нахушев из Тернауза. Напомню, наш земляк уже становился чемпионом страны. А в этот раз в финале Рустам победил представляющего Алтайский край Руслана Зимерова. Рустам – воспитанник комплексной спортивной школы, комитета по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльбруйского района. Восточными единоборствами он занимается с 8 лет. Сейчас спортсмена тренирует Евгений Могилевец. Еще один его воспитанник – молодой Морзобек Тибуев, ставший недавно чемпионом Северокавказского округа. На соревнованиях в Тюмени он выступил в весовой категории до 60 килограммов, дошел до третьего круга, но уступил более опытному сопернику и остался в итоге без медали. Чемпионат России проводился с целью отбора в сборные команды России по каратэ и на чемпионат Европы. Пройдет он в мае в Испании. Устав от тяжелой зимней одежды, от низкого неба и ранних сумерек, мы с нетерпением посматриваем на календарь в ожидании теплых деньков. Впрочем, народные приметы говорят – весна не за горами. Первые признаки наступления нового сезона уже появились, к примеру, в майском районе. Пока еще робкие лучи солнца пробивают снежные сугробы в полях и рощах, потихоньку просыпается лес, бегут звеня веселые ручьи, а на озере – в любимом месте отдых рыбаков и туристов – начал подтаивать лед. В поисках предвестников тепла съемочная группа нашей программы обнаружила и первые весенние цветочки, красующиеся под светилом на маленьком зеленом островке. В лесу пока еще тихо, но в скором времени вернутся на родину перелетные птицы и зальют окрестности своим веселым щебетом. А там появятся подснежники, и уже окончательно станет ясно – наступила весна. На этом у меня пока все. Увидимся ровно через полчаса. До встречи. В эфире «Вести утро. Кабардино-Балкария» в студии Елена Кушхова. Здравствуйте и спасибо, что встречаете новый день с нами. С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывались, что намного полезнее было бы выпить стаканчик кефира «Новые деревни»? Всемирная паутина без ограничений Министерства образования и науки Кабардино-Балкарии заключила очередной государственный контракт с компанией Ростелеком. Согласно документу, 327 школ из всех районов республики будут подключены к широкополосному доступу в интернет, сообщает пресс-служба ведомства. Право на предоставление услуг Кабардино-Балкарский филиал РТК получил в результате открытого электронного аукциона. Заказчикам, то есть школам, будет предоставлен безлимитный доступ в сеть интернет с пропускной способностью каналов связи от 256 до 2048 кбит в секунду с возможностью дальнейшего увеличения скорости. Это позволит существенно увеличить эффективность работы образовательных учреждений даже в самых отдаленных районах республики, считают в Министерстве. В Адыгее открылась выставка работ художников из Кабардино-Балкарии. Следы странствий. Так и называется экспозиция, в которой представлены картины таких художников, как Андрей Колкутин, Руслан Шамеев, Юрий Чеченов и Александр Янин. Полотна представляют собой своего рода остановившиеся часы. На них запечатлены важные для художников моменты жизни, над которыми авторы и предлагают посетителям выставки поразмыслить. А жители Прохладного тем временем готовятся к весьма необычной выставке. Экспозиция поедет по рельсам. 16 марта в 9 часов на железнодорожной станции в городе совершит остановку уникальный поезд – передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД. В восьми вагонах будут представлены макеты железнодорожных комплексов в Сочи и на Байконуре. Свою продукцию представляют Роснано и Росатом. А рассказывать посетителям об экспонатах будут квалифицированные специалисты-экскурсоводы. Выставка открыта для всех по пути следования. О новостях спортивных. В Тюмени прошел чемпионат России по каратэ среди мужчин и женщин. В абсолютной весовой категории свыше 84 килограммов чемпионский титул заслужил Рустам Нахушев из Тернауза. Напомню, наш земляк уже становился чемпионом страны. А в этот раз в финале Рустам победил представляющего Алтайский край Руслана Зимерова. Рустам – воспитанник комплексной спортивной школы, комитета по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльбрусского района. Восточными единоборствами он занимается с 8 лет. Сейчас спортсмена тренирует Евгений Могилевец. Еще один его воспитанник – молодой Морзабек Тибуев, ставший недавно чемпионом Северокавказского округа. На соревнованиях в Тюмени он выступил в весовой категории до 60 килограммов, дошел до третьего круга, но уступил более опытному сопернику и остался в итоге без медали. Чемпионат России проводился с целью отбора в сборные команды России по каратэ и на чемпионат Европы. Пройдет он в мае в Испании. Устав от тяжелой зимней одежды, от низкого неба и ранних сумерек, мы с нетерпением посматриваем на календарь в ожидании теплых деньков. Впрочем, народные приметы говорят – весна не за горами. Первые признаки наступления нового сезона уже появились, к примеру, в Майском районе. Пока еще робкие лучи солнца пробивают снежные сугробы в полях и рощах, потихоньку просыпается лес, бегут звеня веселые ручьи, а на озере, в любимом месте отдых рыбаков и туристов, начал подтаивать лед. В поисках предвестников тепла съемочная группа нашей программы обнаружила и первые весенние цветочки, красующиеся под светилом на маленьком зеленом островке. В лесу пока еще тихо, но в скором времени вернутся на родину перелетные птицы и зальют окрестности своим веселым щебетом. А там появятся подснежники, и уже окончательно станет ясно – наступила весна. На этой теплой ноте я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам удачного начала рабочего дня. До встречи!